Мы продолжаем прямой эфир. Запретили фестиваль равенства в Одессе. У нас гость, который поговорит об этом от своего лица, Анна Шарыгина, активист ЛГБТ-движения. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну вот, у нас имеем то, что имеем. Запрет. Вы как к этому вынесли? Это поражение для вас? В Одессе действительно запретили марш равенства. Это мероприятие, которое такого же формата, которое проходило в этом году в Киеве, в котором приняло участие в Киеве около двух тысяч человек. И полиция достойно справилась с этим заданием. Мы напомним, что 6 тысяч полицейских охраняли этот фестиваль в Киеве. Да. И тем не менее, как бы ни была неоднозначная ситуация в Украине, обеспечение прав человека — это задача государственной системы, в том числе полиции. Киевская полиция посчитала, что для них это важная задача — обеспечить мирное собрание людям, независимо, если они в правовом поле, обеспечить им возможность высказаться в городском пространстве. То в Одессе полиция почему-то обратилась в горсовет, чтобы горсовет обратился в суд. То есть вас смущает сам процесс принятия решения? Не разрешите? Ну, по сути, во-первых, в самых первых, полиция — это очень крутой новый проект. Полиция Одессы, на запуске которой, насколько я помню, президент сам присутствовал. Нет, или я ошибаюсь? Всё верно. Конечно, да. Вот. И они просто расписались в собственной, как это, неквалификации, потому что они сказали, мы не сможем обеспечить мирное собрание граждан. А что вы тогда, за что вы тогда зарплату получаете, извиняюсь? А чего опасались? Как вам это объясняли? На каких основаниях нет? Нет. Я думаю, и это моё личное сейчас активистское мнение, это неофициальное мнение горкомитета Одесса Прайд, я к нему не имею отношения. Моё мнение в том, что в Одессе это проблема головы в двух смыслах. С одной стороны, это то, что это надуманная проблема, потому что я не вижу... Вот если в Киеве у нас было ощущение в какой-то момент, что аж воздух звенел от напряжения, то в Одессе этого совершенно ощущения нету. Во-вторых, проблема головы в том смысле, что эта проблема как бы, ну, навязывается сверху. И что это вот люди какие-то... Вы имеете в виду Геннадия Труханов? Ну, я имею в виду вообще управление городом Одессы, да. А почему вот им невыгодно управление у города Одессы? Мы сегодня говорим о том, что запрет марша может быть серьёзным сигналом для того, чтобы Евровидение в Одессе не проводили. Да, я тоже думаю. И не просто сигналом. Некоторые уже абсолютно серьёзно поздравляют с победой Днепр. Я тоже думаю, что это очень, ну, такой лакмусовый сигнал по поводу Евровидения в том числе. Мы помним все, как это было во Львове с запретом таким каким-то очень непонятным запретом фестиваля равенства. Сейчас это с Одессой прайд происходит. Хотела бы спросить, ваши дальнейшие действия? Ну, вот запретили. Но если бы поддерживать вопрос своей коллеги, в Днепре не собираетесь провести? Ну, послушайте, ведь Одесса прайд — это уже практически бренд. Ну, практически, потому что это второй год, это регулярное мероприятие, это очень важно. А почему Одесса? Потому, не почему. То есть, потому что есть люди инициативные, которым кажется, что этот формат удачный, и они живут в Одессе. Выходят в Днепре, нет? Ну, возвращаясь. Да, а в Днепре сейчас, на данный момент, таких людей нет. Есть люди, в Киеве и в Одессе. А вот для демонстрации, собственно, точки зрения мировоззренческой, почему вы выбираете вот такие очень, ну, вот центральные локации, многолюдные локации? Ведь можно продемонстрировать это? Где, в Прилуках? Ну, вот где-нибудь в другом месте, где бы на вас не было так вот больше, много внимания сосредоточено. Вы знаете, у меня такое чувство, когда говорят про прайд, как будто говорят про то, что собираются там, не знаю, ЛГБТ-движения провести какую-то оргию в центре, там, не знаю, столице обычно говорят, которая там будет со всяческими усилениями извращений. Ну, то есть, вот такое впечатление. Много вопросов, зачем вообще на самом деле? Ведь вы можете устраивать демонстрацию там в больших коммунальных одесских квартирах, где тоже много там пространства, например. Ну, прекрасно. Но почему-то, например, когда формируются фан-зоны для евро-20, сколько-нибудь, сколько угодно, то они почему-то не формируются в квартирах коммунальных. Правда же? Это публичное мероприятие, хотя и развлекательное, хотя и в стране война. Интимное ли оно? Вы ведь демонстрируете некую свою сексуальную принадлежность, скажем? Нет. Мы демонстрируем свои взгляды и приверженность правам, идее прав человека для ЛГБТ-людей. Мы не демонстрируем свои сексуальные предпочтения. Мы там не целуемся, мы не выбираем себе партнеров, мы не занимаемся там сексом на прайде. Нет. Мы демонстрируем позицию того, что права человека должны быть гарантированы в Украине всем людям. И вам настолько это важно, что вы готовы рисковать своим здоровьем и нередко жизнями. Вот я так не формулирую, потому что если так сформулировать, то звучит ужасно. Мне страшно жаль, если в 2016 году в Одессе, в таком крутом украинском городе, который не гнушается получать деньги от туристов, независимо от их сексуальных ориентаций и гендерных идентичностей, вот, это опасно для жизни быть гомосексуальным человеком. Но вам ведь угрожали, но, по крайней мере, мы увидели заявление и правого сектора, и Автомайдана, и Свобода очень категорично против. Они, конечно, все, кроме Автомайдана, устраняются, говорят, что силу мы применять не будем, но, тем не менее, это сигнал, это угроза. Да, это угроза, а вот Думская ТВ нас поддержали. Скажите, пожалуйста, также одна из гостиниц не приняла сегодня, три гостиницы, не говорите, как есть. Три конференц-сервиса отказали нам в проведении дискуссий. Вот вы говорите тоже, вы там демонстрируете. Вот мы, нас спрашивают, почему ЛГБТ-люди не обсуждают, не дискутируют с обществом. Мы дискутируем с обществом, мы говорим, вот мы хотим арендовать за деньги площадку. Скажите, пожалуйста, а кто спонсирует, откуда деньги? Потому что это деньги не 20 гривен, которые каждый может достать из кармана и внести как членский взнос. Там деньги гораздо больше. Да, деньги гораздо больше, но деньги совершенно на конкретные нужны. Например, если мы тратим деньги на аренду помещений. Да, понятно. А не откуда? Да, мы предоставим. Я не знаю бюджет, как строится бюджет Одесса Прайд. Я могу сказать, что все деньги, которые берутся на мероприятия ЛГБТ-движения во всей Украине, они доступны многим другим общественным организациям, неправительственным. Если их идеи в поддержку идей прав человека не только для ЛГБТ, для очень разных людей, они имеют доступ к этим деньгам. И, ну, безусловно, что есть иностранные фонды, иностранные доноры, которые нас поддерживают. Это посольства и правительства, представленные в Украине, как, например, это просто пример посольства Швеции, как посольства Соединенных Штатов Америки, как посольства европейских стран. Эти посольства поддерживают бюджет организаций. В общем, иностранные гранты. Ну, у нас есть, безусловно, грантовые деньги у всех ЛГБТ и не ЛГБТ общественных организаций в Украине. А то мы речь. Европа проникает в Украину своими... В ОСДЕП контролирует наши умы. Скажите, что должно в обществе произойти вот такого вот кардинального, наверное, чтобы изменилось и отношение к ЛГБТ-сообществу? Да, ну что? Это же не то же самое, что, знаете, вот там... Но проблема есть, её же сложно отрицать. Да, но... Вот вам даже запрещают, ну, буквально. Конечно, но это не то же самое, что там, допустим, вот рыба у меня в холодильнике погнила, я её взяла, выбросила, новую купила. Ну, так же, это же невозможно, это же живая система, которая состоит из людей. Я за эволюционный путь, однако он не состоит в том, чтобы обсуждать проблемы в кухнях. Мы уже обсуждали уже очень долго. Давайте делать следующий шаг. И я вот за этот пошаговый путь. Ну, надеемся, что ваши шаги будут последовательны и будут доходить до какой-то цивилизованной цели, до какого-то законного своего характера. Спасибо вам большое, что присоединились к нам, у нас в гостях. Берегите себя, хотелось бы пожелать. Спасибо большое. Анна Шарыгина, активистка ЛГБТ-движения. Мы прервемся, и у нас в студии появится новый гость. Мы продолжим говорить на эту тему. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова